День добрых дел Ксюша любит играть в мяч и смотреть, как шустро бегает ее старший брат, искренне радуясь. Сама же она в свои шесть лет может перемещаться только с чьей-то помощью. Девочка не говорит, но четко ловит звуки, которые слышит. В этом ей помогает слуховой аппарат, к которому она долго и тяжело привыкала. Поначалу все шло хорошо. Ксюша появилась на свет здоровой. Вторая дочка в семье, погодки с братом. Теперь полный комплект, говорили родители. Но очень скоро у малышки начались судороги. Медикаменты не помогали. Врачи сказали, что ничего сделать не могут и отправили девочку с мамой домой. Состояние Ксюши ухудшалось. Она слабела. Приступы участились до сотни в сутки. Иногда останавливалось дыхание. Младенец укасал, но в реанимацию его не брали. Доктора настаивали на том, что нужно просто подождать. Наконец у девочки диагностировали редкое генетическое заболевание. Недостаток фермента, биотинедаза. Когда началось адекватное лечение, Ксюша быстро пошла на поправку. Родители восприняли это как чудо. Они очень сожалели и сожалеют о том, что много времени было потрачено зря. Если бы знать раньше, то у ребенка не пострадали бы слух, зрение и подвижность. Ксюша окрепла и мама привела ее в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития Дорогой Добра. Там девочке понравилось. Начались занятия. Сейчас она одна из самых аккуратных и старательных детей в группе. Ей все интересно. Общается Ксюша пока только с помощью жестов и мимики. Но это не мешает ей отлично ладить с другими ребятами. Но Ксюша в одиночку не справится. Ей и другим ребятам из Центра Дорогой Добра нужна наша помощь. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.